Привет, друзья, я Олеся Медведева, вы смотрите новый выпуск Ясно Понятно блога на канале Страна.юэй. На днях на нашем сайте было опубликовано расследование о том, как в Украине тайно прививаются представители нашей элиты, политики, чиновники, бизнесмены. По нашим данным, вакцины производства компании Pfizer, нелегально завезенной в Украину, торгует некий Роман Гольдман, а прививают вип-клиентов на базе одной из частных клиник MediLand и стоит это от 1000 до 3000 евро. Наше расследование получило широчайший резонанс, в том числе и в других странах, а президент Зеленский даже поручил службе безопасности Украины разобраться, что же это за нелегальная вакцина, кто ее возит и кто там прививается. В этом блоге мы хотим познакомить вас с личностью Романа, которого наши источники называют главным промоутером и дистрибьютором серой вакцины от коронавируса, которую нелегально ввезли в Украину. Гольдман персона одновременно загадочная, но с другой стороны очень широко известная в узких кругах украинской элиты. Роман давно предлагает медицинские услуги в Украине и в Израиле. В этом блоге мы собрали все, что известно о романе Гольдмане, в любом случае все, что находится в открытом доступе. А также пообщались с людьми, которые лично знают этого человека. Благодаря Анастасии Тофт смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Согласно публичным данным о Гольдмане, он является руководителем первого медицинского центра Тель-Авива. По крайней мере он сам себя так называет, но к этому вопросу мы вернемся обязательно чуть позже. С недавнего времени Роман решил еще стать и главным нелегальным дистрибьютором американской вакцины Pfizer. Вакцины от коронавируса для своих вип-клиентов. По данным телеграм-канала Joker, Роман в основном сотрудничает с украинским истеблишментом. А именно он обеспечивает дорогостоящее лечение членов семей представителей украинской элиты в клиниках Израиля. Причем по цене в разы превышающую реальную стоимость. Собственно такую же наценку Гольдман устанавливает на вакцину Pfizer фактически в 50 раз выше рыночной стоимости. Среди клиентов Гольдмана по утверждению Joker, мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовой, политик Лесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмен Мартыненко, Аарон Майберг, а также некоторые участники 95-го квартала, а также шоумены и даже вип-журналисты. Для поддержания своего имиджа Дона от медицины Роман летает частными самолетами и коллекционирует фотографии со своими вип-клиентами. И у него действительно много друзей среди украинских вип-персон. Чтобы на постоянной основе поддерживать свой статус, Гольдман периодически козыряет в социальных сетях фотографии с украинскими випами. Например, он в приятельских отношениях с главой парламентского комитета по медицине Михаилом Радуцким. У Гольдмана есть даже фотография с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причем именно это фото, где Владимир Александрович запечатлен с Доном Романом, стало скандальным. Помнится, когда Зеленский лечился от коронавируса в Феофане, в социальных сетях появилось фото, на котором он стоит с двумя другими врачами и все без масок. Но сам Гольдман объяснил, что это фото было сделано задолго до того, как вообще появился коронавирус. И даже до того, как Зеленский стал президентом. Как оказалось, снимок был сделан в Израиле еще в 2016 году. Его опубликовал первый медицинский центр Тель-Авива. Клиника, которая принадлежит Гольдману. Кроме того, Гольдман отметил, что он был знаком с Зеленским еще до его президентства. В то время, когда он был просто интересным человеком, хорошим артистом и успешным шоуменом, конечно же. И с тех пор уважаю его за порядочность и таланты. Да, горжусь дружбой и сотрудничеством с командой президента. Сегодня желаю господину президенту легкого лечения болезней и скорейшего выздоровления. И хочу добавить, что готов оказать ему любую профессиональную поддержку и привлечь, если нужно, лучших врачей Израиля. Как делаю уже много лет для каждого из своих друзей и многих тысяч пациентов, которым помогли наши специалисты. На странице у Гольдмана, если так ее полистать, вообще много фото с Зеленским. Есть также кадры и с первой леди, Еленой Зеленской. Кроме того, на Фейсбуке Гольдмана очень много фотографий с разными российскими звездами. Стасом Михайловым, Валерием Меладзе. Помимо этого, Гольдман часто цитируется в качестве медицинского эксперта в самых разных украинских СМИ. Причем представляется Гольдман как эксперт в области пациент-менеджмента. Из первого медицинского центра Тель-Авива. В интернет-изданиях можно найти его колонки об анкозаболеваниях, а в последнее время Гольдман часто рассуждает о коронавирусе и вакцинах от него. Кстати, в нескольких колонках он как раз упоминает вакцину американской компании Pfizer. Ту самую, которую по нашей информации предлагает сумасшедшей наценкой своим украинским вип-клиентам. В самой свежей его колонке от 22 декабря как раз идет, какое совпадение, да, речь об американской вакцине Pfizer. Он прямо пишет о том, что в первом медицинском центре Тель-Авива проходила встреча ведущих инфекционистов и обсуждали там именно вакцину Pfizer. Большая часть текста посвящена преимуществам этой вакцины. Ее безопасность и эффективность и Гольдман уверяет читателей, что побочные эффекты от нее вообще незначительны, то есть всячески пиарит. Как утверждают наши источники, вакцина Pfizer, которая поступила нелегально на украинский рынок, была завезена именно из Израиля. У СБУ, правда, на этот счет другое мнение. Они же начали расследование, но считают, что под видом вакцины было ввезено некое ядовитое вещество. Окей. Хотя, как сказали в самой клинике Медиленд, после вакцинации препаратам никто не жаловался на побочки по здоровью. Кроме того, телеграм-канал Джокер опубликовал фото, как он утверждает, одной из контрабандных вакцин, привезенных как раз из Израиля, и которую Гольдман продает по 3000 евро своим вип-клиентам. Каждый флакон вакцины, если присмотреться, пронумерован. Мы также связались с людьми, которые проживают в Израиле и лично знакомы с Гольдманом. Они утверждают, что первый медицинский центр Тель-Авива не более чем просто вывеска на двери офиса, арендованном в одном из бизнес-центров. У Романа Гольдмана нет никакой клиники, хотя он позиционирует себя как директор некоего медицинского центра. Хотя на самом деле это комната с вывеской на двери с надписью «Первый медицинский центр». Любой человек в Израиле может снять такой же офис и назвать это клиникой, рассказывает нам знакомый Гольдмана, который пожелал остаться неназванным. В нашем распоряжении оказалось несколько фото той самой двери с вывеской. По словам нашего собеседника, в Тель-Авиве есть больница Ихилов. Со второго этажа этой больницы можно там через коридорчик попасть в другое здание. Как раз таки в нем издаются офисы в аренду. И как раз там и расположен тот самый офис, точнее дверь Гольдмана. Гольдман водит людей по этой больнице и создается такое впечатление, что он директор самой клиники. Но это облапошивание людей. Представьте себе, длинный коридор, где через каждые два метра двери, на каждой двери фамилия врачей, которые ведут частный прием. И на одной из дверей вывеска «Первый медицинский центр Тель-Авива». Это даже не помещение внутри клиники, это офис в соседнем здании, которое соединено коридором с больницей Ихилов. Там частные офисы врачей, адвокатов, бухгалтеров, портных. Кого хотите, кто платит, тот и снимает офис. Клиника Гольдмана находится на 14 этаже 20-этажного здания. Это обычный офис, который состоит из двух небольших комнат, рассказал нам источник. По словам наших собеседников, Гольдман выдает себя за врача, хотя им не является. В частности, выставляет фото в медицинском халате и со стетоскопом в руках. Гольдман, так называемый «помогайка», обещает помочь с лечением, а в итоге люди платят втридорого, говорит другой наш источник. Кстати, если бегло пробежаться по поисковику Google, можно найти немало недовольных отзывов от его клиентов. Любопытно, что там также упоминается некий Григорий Фридман из того же первого медицинского центра Тель-Авива. Роман Гольдман и Григорий Фридман из первого медицинского центра Тель-Авива – обманщики, которых не интересует их репутация, поэтому нелегко обманывают людей, утверждает пользователей, который оставил такой отзыв в интернете. Правда, в комментариях под этим отзывом можно еще найти как негативные, так и положительные упоминания о Гольдмане и Фридмане. Причем, судя по этим отзывам, Гольдман оказывает услуги не только израильтянам, но и жителям Украины. К примеру, один из отзывов о нем оставила жительница Одессы. Она помощью Гольдмана, кстати, осталась довольна. Вот такие вот интересные товарищи, которые задвигают украинской элите вакцину в три дорого. И очень интересно получается, что Роман Гольдман является близким, знакомым, ну судя по фотографиям, Владимира Зеленского. И что-то мне подсказывает, что вот это поручение Зеленского о службе безопасности Украины не будет реализовано в полной мере. Помните, как пленки Гончарука расследовали, кто же записал Алексея Гончарука в правительственном здании и какие результаты? Ну, да никакие. Но тем не менее, резонанс у этой истории колоссальный. А это значит, что люди, которые почитают наши расследования и посмотрят наши блоги, будут в курсе того, что происходит на самом деле и не дадут себя одурачить. Такие дела, друзья. На этом у меня все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно-понятно, блог на канале Страна Юэй. Не забывайте подписываться на нас, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного. Делитесь своим мнением в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Совсем скоро с вами снова увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok